Всем здравствуйте! Хочу вам рассказать о реальной самозащите, что это такое и более конкретно про профилактику и умение быть готовым ко всему и в то же время не сойти с ума от того, что бояться всего и вся. Суть заключается в том, что когда вы готовы к отражению атаки, это с особым видом тренировок, со временем это появляется легко и просто, но даже одна мысль хотя бы помогает уже избежать опасности. Например, я начал этому делу учиться и моя жена идет по улице, зима, на сапогах, идет и как-то так вот, сапоги кабуки вот такие, зима, пустая автомобильная дорога, навстречу идут две женщины и впереди бежит мальчик, года 4-5. Идилия такая, и вот она смотрит на этого мальчика и думает, слушай, какой же Вася маньяк, что вот его там учат, что надо бояться, даже детей и маленьких. Ну и что можно от этого ребеночка и что он может какой вред нанести. И в это время ребенок, который бежал мимо, неожиданно бежит-бежит мимо и потом с криком тетя и бежит ей в ноги обниматься с ее ногами. Если бы она не думала о том, какую опасность он может представить, то вот эта вот резкая обнимашка с ее ногами этого ребенка точно бы ее уронила на дорогу. А так как она не обучена падать, то обязательно бы что-то покалечилось. Но в связи с тем, что она была готова к встрече, она сумела обняться с мальчиком и ничего не случилось. Это один вариант, это как вот реальная ситуация из жизни. Ну и та же самая реальная ситуация из жизни, правда это уже YouTube. Мужчина лежит на животе, дочка прыгает там тоже лет 25, она прыгает на животе, прыгает, прыгает, такая радостная, радостная и потом приземляется он прямо на ту область, которую мужчина обычно берегут. Вот такая ситуация, да, там получается, надо беречь. Это важный момент еще заключается в том, что когда люди крайне боятся, допустим, в лифт заходить, я захожу недавно в лифт и женщина, молодая женщина лет 30, отказывается со мной ехать в лифте, потому что она испугалась со мной ехать как бы с посторонним мужчиной. Я ей хотел как бы объяснить, что слушай, если бы я захотел тебя изнасиловать, да, то то, что ты стоишь возле лифта легким движением руки, так сказать, ну в общем легким мгновение руки оказывается в лифте и все, едем дальше. Ну то есть смысл того, что там не едете, ну вот эти вот никакого. Но так как я решил особо, так сказать, не учить людей, то как бы она как бы осталась там в подъезде. Вот это тот пример, когда надо уметь это чувствовать опасность и в то же время избегать. Ну и классика жанра, таскать, когда мой ученик выходил из метро Сокольники и почувствовал опасность, я бы ушел от опасности, да. Все, вот это вот умение чувствовать, когда вы чувствуете опасность и избегаете. У многих это есть от рождения, там это такой момент, но любой навык, который мы получили от рождения, если мы его не тренируем, и человек, который не обученный, да, он находится вот на таком уровне, а потом, когда тренируется, тренируется, у него уровень повышается. А тот, который от рождения, у него что-то есть, у него навык потихонечку спадает. Любой, абсолютно. Поэтому нужно тренироваться. Приглашаю вас на семинар по реальной самозащите. Всего лишь 6 часов оплата за доменшин, то есть, ну, сколько захотите по результатам. Польза была, не была. Так что, приходите, задавайте вопросы, пишите в комментариях, пишите в личку все вопросы. Либо отвечу также видео, либо прокомментирую, ну, на самом тренинге вы получите ответы. Всем счастливо!